Ежегодно самоуправление вкладывает значительные средства в ремонт и модернизацию городских учебных учреждений. На данный момент продолжается реновация двух детских садов. Управление образования успешно начало реализацию программы по обновлению систем противопожарной безопасности. Идется работа над благоустройством территорий, прилегающих к учебным заведениям. Программа повышения энергоэффективности детских садов, которую самоуправление осуществляет при софинансировании Европейского фонда регионального развития, в Таугапусе практически завершена. Уже реновированы почти все дошкольные учебные учреждения. Строительные работы еще продолжаются в двух из них – в 29-м и 12-м садике. Оба здания будут полностью утеплены, в них реконструируют системы отопления и вентиляции, поменяют окна и входные двери, а существующие светильники будут заменены на новые светодиодные. Работы ведутся согласно графику. В 12-м садике они выполнены более чем на 40%, в 29-м – более чем на 60%. Завершить реновацию планируется к концу осени этого года. Благоустройство территорий, например, восстановление брусчатки и асфальтового покрытия, в реновированных садиках в рамках проекта повышения энергоэффективности не предусмотрено, поэтому эти работы будут финансироваться из бюджета самоправления. Управление образования приступило к осуществлению еще одной программы, цель которой – сделать пребывание детей в садиках максимально безопасным. В дошкольных учебных учреждениях устанавливают современные системы пожарной безопасности, соответствующие всем требованиям правил Кабинета министров. В этом году оборудование установлено в 14-м, 24-м и 17-м садике. Программа будет продолжаться больше пяти лет и затронет многие детские сады и школы города. Заботьтесь о том, чтобы в порядок были приведены прилегающие территории, и дети имели возможность интересно использовать и проводить время на свежем воздухе. У Стропской основной школы Центра развития в этом году установлено новое оборудование детской игровой площадки. На данный момент также разработаны проекты полной реновации территорию 26-го и 5-го дошкольного учебного учреждения. Как только станет доступно финансирование, территорию перепланируют и полностью заменят все игровые элементы. Похожие проекты в будущем последовательно планируют осуществить и в других образовательных учреждениях. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга Даугубевской городской думы.